Как сейчас слышно, Игнатий Тихонович? Сейчас вижу, вот так нормально, сиди, не наклоняйся только. Все, ну, Игнатий Тихонович, ну прежде всего, горяченький, с благословения, вам низкий поклон от отца Геннадия. Спасибо. Да, потому что там его чествовали долго, я там в конце пробился. Игнатий Тихонович подошел к нему под благословением, передал от вас поклон. Отец Геннадий сразу обрадовался, о, говорит, а как, говорит, вы общались? Я говорю, ну вот буквально, ну, говорю, сегодня вам Игнатий Тихонович передавал поклон. Он говорит, а как, а когда вы общались? Я говорю, да вот сегодня по интернету и в скайпе. Он как-то так очень обрадовался, как-то так даже вспыхнул, говорит, ему низкий поклон, прямо поклонился вам. И вроде как еще даже хотел что-то добавить, но там много людей нас уже из библиотеки просили. Вот, поэтому само занятие было небольшое, потому что было очень много людей. У него, кажется, 22-го числа был день рождения, и поэтому много приехало его духовных чад с Енисейска. Представили новую книжку, вышло, там по воспоминаниям о паломничестве, называется, отца Янда Сиона. Там вот отца Геннадия, воспоминания его, значит, вот, скажем так, духовных чад. Потом приехал там один батюшка, аж свановары. Интересно, кстати, ему подарил Библию на ивенкийском языке. Вот плод миссионерской работы. Здорово, конечно. Ну и немножко он рассказал лекцию про проопсов, то есть книга бытия от Адама, там Сиф, Каиного племя. Ну там завтра должно быть продолжение. Вот, поэтому, ну такая интересная тема. Ну, самое главное, что вот, передал привет. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Вот, сегодня интересная, ну очень такая характерная произошла беседа, вот, с братом вместе работаем, много говорим, и, в общем-то, распространенная проблема, его в 10-летнем возрасте крестили, причем даже не просто обливанием, а окроплением. Он говорит, так вот, по воспоминаниям человек 50 было, и всех, значит, там покропили. Вот, ну и, в общем-то, много было у нас разговоров, и он уже был готов летом ехать к вам в Потеряевку, принимать полное троекратное погружение. Вот, и сегодня как-то опять мы подняли этот разговор, и тут до него дошло, вот, если вы помните, вот, как однажды меня ударило по поводу детей, вот эта мысль, он говорит, так я, говорит, собирался в воскресенье причащаться, так как же мне причащаться-то, если я, по большому счету, не крещеный? Да. Я говорю, знаешь, ты настолько напоминаешь меня год назад, он говорит, как же я там до лета, до июля, что ж мне делать? Я, говорит, пойду, к епископу. Я говорю, ну, можно написать, можно на прием сходить, нет, ну, может благословить действительно, восполнить таинство, принять погружение. Он говорит, ну, а где почитать? Я говорю, ну, вот, возьми к истинному православию, книга есть, в конце концов, скачает, там вот есть глава очень полная, все конкретно, подробно, каноны, святые отцы, Библия, все очень сжато, конкретно. И вот с этим, в общем-то, подготовишься, можете, он говорит, ну, хорошо, я в понедельник пойду. Я, говорит, сегодня почитаю, а в понедельник пойду. Я говорю, если ты сегодня прочитаешь, ты уже завтра в 8 утра прибежишь к воротам епархии. Он говорит, да, пошел к себе в кабинет, прибегает через 20 минут, дай, говорит, мне телефон епархии. Я, говорит, уже прочитал, я, говорит, сейчас пойду звонить. Звонит, значит. Туда, он говорит, как мне встретиться, как мне попасть на прием к епископу. Отвечает секретарь. Он говорит, ну, сегодня его нет, тут, видимо, там не будет. Он говорит, в понедельник приходите, запишем, ну, можете встретиться. А по какому вопросу? Он говорит, по личному. Он говорит, а по какому? Про крещение. Ну, видимо, на той стороне при мне говорит. Ну, священников, я так понимаю, много, это никакой не вопрос, без благословения. Он говорит, нет, у меня ситуация другая, я хочу восполнить таинство, я хочу, как нормальный христианин, принять полное троекратное погружение в соответствии с канонами и указаниями святых отцов, так, как это должно быть. Ну, понятно, там начинается разговор о том, и я прям слышу, он говорит, да вы не сходите с ума, вы полностью крещены, выбросите. Ну, в общем, все у вас в порядке, не запивайте себе этим в голову. Ну, Данил, он как-то так на своем. Я ему тут же открываю, в общем-то, электронный текст вашей книги. Он говорит ему, вы меня не слышите, и вообще крещение – это погружение, и поэтому я хотел бы вот креститься. У меня никаких препятствий нет, я взрослый человек, я не немощен, я не в плену, я не в больнице. Я, говорит, хочу принять полное погружение. Вот, наверное, минут 10 этот был разговор, такой достаточно напряженный. В итоге все в свойствии. Он говорит, мы вашу просьбу рассмотрим, в понедельник мы вам пришлем ответ, значит, по электронному адресу. Ну, тоже вот такая вот война небольшая, потому что вот из-за этих болячек, из-за нашего неправильного входа в церковь, это, конечно, повсеместно. И если вот так подумать, на самом деле, пожалуй, процентов 90 всех, ну, может, меньше, может, больше, вот всех людей, которые крестили в советское, постсоветское время, так или иначе, конечно, без погружения. Они будут рассуждать, смотреть. Ну, как рассуждать, смотреть, когда все сказано уже? Да. Сказано Христом, сказано учениками. О чем смотреть? Это все так, это для отвода глаз только. Страха Божия никакого нету. А можно, вот сейчас опять, в Евангелии написано, что можно слюнями крестить. Я говорю, вот пошли слюнявые крестители, а другой песок, слюнявые песочники. И главное, вода есть, и все. Сами посмотрите, старобрядцы-то, от которых отошли. Не старобрядцы от вас отошли-то. У них ни одного за всю историю не было, чтобы без погружения. Ну, посмотри, баптистов, у них ни одного нету, чтобы они его не погрузили. Там неправильно опрокидывают, но они в погружение. Здесь нет. Именно набираются люди, которые совершенно в Бога или не верят, или страха какого-нибудь, просто никакого нету. Я буду знать, узнавать не надо, все узнано уже. И к нему идти не надо было, ни за чем. Мы идем на благовестие, благословите нас на благовестие. Нам не нужно ваше благословение-то, чтобы Господь сохранил, на нас не напали. Вот что нужно. А что идти на благовестие, на это не надо разрешение брать. Мы благословленные Богом. И все. А они не благословляют, значит, все остается по-старому, как было. И слова патриарха-то так, для виду, для отмазки. Да он бы сейчас, за эту неделю, за месяц, сколько мог бы сделать? Отчет дать. Не ходили, не ущут, курсов миссионерских нету. Езжай на провинцию. Но это не сделают. Так вот. Да. Сегодня поймал себя на такой мысли, на лекции отца Геннадия, потому что почти час выходили люди, священники, говорили. Отец Геннадий говорит, что очень трудно, конечно, о себе слушать. Это приятно, и это, конечно, никакой не юбилейный. Понятно, он рассуждает, как настоящий христианин. И я себя поймал на мысли, что все-таки отец Геннадий, безусловно, заслуженно и по трудам. Он его чествует, и большая паства, и духовные чады. И в то же время я вспоминаю, что в то же самое время, именно в этот момент на вас нападают совершенно каким-то диким образом, блокируя ваш выход к людям в различные юридики сектант. И такой вот контраст, и, безусловно, это ваш путь, Игнатий Тихонович, вы знаете об этом, мы молимся о вас и всей семье, и близкими. Но вообще я хотел бы сказать одну очень важную вещь, потому что то, что произошло, и то, что связано с блокировкой роликов, роликов очень важных, очень ценных. Вот я смотрел ваш, по-моему, последний ролик, вы с Сергеем конописцем говорили, и он сказал, что хорошо, если бы было там, скажем, 100 роликов, но они были бы качественными. Я вот не очень с этим согласен, потому что ролики очень разные, бывает, я почти все их смотрю, и все мы смотрим, их редко какие-то пропускаешь, но, как правило, смотрю все. И бывает там час-двадцать роликов, да, очень много я уже слышал, очень много повторяется. Это, безусловно, но уже не только там для тех, кто постоянно смотрит, кто-то и впервые этот ролик смотрит. И вот две-три минуты, вот того, что, не знаю, но они такие важные. И поэтому вот делать какие-то вот вырезки, это совершенно правильно, что вы ничего не делаете. Потому что кого-то это не коснется, а кого-то это коснется, и очень сильно. И поэтому даже вот этот ролик, ну он по объему, по значимости, скажем, для меня любой ролик, знаете, как книга. Вот у вас тридцать восемь книг, а есть еще ролики, это тоже как книги. Вот такие духовные поучения. И поэтому изымание каждого ролика, это, по сути дела, препятствия там, вот как аутодофе, сжигание книги, это равное. Вот, и поэтому, кто бы за этим ни стоял, если это стоит Александр, то я бы хотел обратиться к нему, сказав, что если он действительно называет себя христианином, и так называется его канал, христианин Александр, то я хочу сказать, что если действительно он имеет к этому отношение, а он имеет к этому отношение, хочу, чтобы он был достоин этого имени, христианина, все-таки поступил по христианству, по справедливости, по правде и по любви. Потому что обличение было со стороны Игнатия Тихоновича совершенно справедливое, более того, это не личное мнение Игнатия Тихоновича, это мнение отцов церкви, это уважаемых богоносных отцов, это так говорит Библия. И поэтому то, что было сделано, ну просто скажем так, за это нужно опасаться. За это нужно опасаться тем, кто это делает. Не говоря уже о тех, кто идёт за ним, либо и же с ним, и препятствия, блокировка в моём мире, потому что вот эта вот череда событий в течение последних двух недель, она не может быть случайной. Поэтому необходимо исследовать себя, и поэтому всё-таки не забывать и помнить, а христианин об этом должен помнить ежесекундно, и тогда он не согрешит, да, о страшном суде Господне. Поэтому мы молимся о вразумлении, и дай Бог, чтобы эта ситуация разрешилась мирно. Творящий беду, творящий что-то, он пожнёт намного крат больше. Мне их жалко. А я только до этого недавно сказал, смотри, в Мейл.ру там разные способы, там как-то с человека зажимают, там Ютуб самое пока надёжное, ничуть не бывало. Как только сказал, как раз 21 декабря, ровно два года, мы 21 декабря 12, и в этот день сразу заблокировали. Или то, что я говорил, или, ну, слишком много, они же заходят, видят. Ну, они сидят, скукота смёртная, говорят, у них ничего нету. А у нас, какой ролик не возьмём, в жизни, сама жизнь, кусок взятый. Ну, они сидят на лакированных, там, под часами и прочее, это они, результат-то какой. Поинтересовался, отошёл. А тут, да вот я считал у вас, теперь ему надо там книги, я теперь перешёл из сектантов, теперь я вот православный, сколько я уже получил этих. И не только это. Другое там, меняется внешний человек, я вот уже бороду не трогаю. Ну, а который послушает этого безбородого-то, Осипов, ну, кто он изменит жизнь свою, и что он будет ради её менять-то? Он раздопускает это всё. Но у нас-то этого нету. И форма, и одеяние, и это труд. А они ничего этого делать не могут. Они сразу, а это и не надо. Что бы я ни сказал. Сказал, Библию нужно каждый день сидеть, исследовать, считать. А зачем это нужно? Святые столковали. А кого ты святых-то считаешь? Он ни одного святого и не знает. Это один разговор. Главное, потеря страха Божия и нет любви к Богу. Вот, вот здесь вот этот треугольник в нём и... Да. 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 Вот сегодня как раз мы рассуждали с братом по поводу отсутствия всякой дисциплины и церковной незнания священного вписания, незнания творений святых отцов. И вот даже взять так, вот я говорю, вот, научиться на музыкальном инструменте. Ну, скажем, ну, если Бог в душе, можно, да, вот, как сейчас говорят, не ходить в церковь. Но если ты не будешь заниматься два раза там в три, ходить в преподаватель, ты не научишься. Если ты не выучишь нотные грамоты, ты не научишься. Если ты не будешь знать тот багаж музыкальных творений, который до тебя был создан, ты тоже не научишься, ты не станешь музыкантом. Не будешь заниматься самостоятельно, ты тоже не станешь. Так можешь ты научиться? Нет. А здесь-то ещё более ответственно. Так здесь-то ещё ответственнее к этому следует подходить. И поэтому, конечно, такой подход, да не то, что не верим, он, естественно, уйдёт в погибель. Поэтому то, что происходит сегодня, ведь это безусловно аукница. Вот в 17-м году, ведь это бездействие, оно обернулось тем, что первых стали гнать кого? Священство. Вот два года назад, когда патриарх собирал представителей из кафедры теологии и так далее, у нас одна преподаватель ездила, и там он священникам сказал следующее. Но опять же сказать, что он сказал. Он говорит, в 17-м году однажды, говорит, нас уже погнали, повесили, порезали, поубивали, погнобили. Вот второго такого шанса не будет. Вы, говорит, бабушки будете сидеть, вы, говорит, всё просидите. Вот второго, говорит, шанса Бог нам не даст. И Россию-то мы потеряем, если мы не пойдём на благовестие, если мы не будем научать и так далее. Но самое главное, что ГОСТа, он и ныне там. Что всё, что говорит патриарх, то правильно, но ничего не меняется. То есть вот это вот спокойствие, мнимое спокойствие, вот как у нас сейчас доллар упал, то есть вырос, и все засуетились. Ну ладно, здесь это всё-таки ещё светская жизнь, где-то в конце концов не критично. А вот если безборники придут к власти, если иноверцы придут к власти, так кого первых-то погонят? Да, естественно, те, кто сегодня во власти, на коне и так далее. А если не будет страха Божьего, если не за что будет стоять, не за что будет в конце концов умирать без Бога, так это страшнее кончины не придумали. Я хотел спросить вас, тут вначале сразу она выключалась и выключалась. Вот этот, о котором говорите, он-то там подал, он 8 раз обращался в YouTube, в администрацию, чтобы сняли ролик. А не подошёл ни к Сергею, ни ко мне. Ну, я не хочу называть, потому что он умирает там от страха. Конфиденциально. Как это так? Нарушил я, когда разговариваем в эфире, ты видишь, что снимают. Вы согласны? Теперь я каждого буду спрашивать. Вы ничего не имеете против, что разговор наш будет выставлен в интернет? Я не только не имею, я только за, чтобы он был выставлен. Вот так. Как конфиденциально будет это? Может быть, когда тайного разговора нету, мы разговариваем в интернете. Это доступно абсолютно всем. Что угодно. Это на ухо мне-то разговаривали, а другой тайно снял какой-то у него стручковый там магнитофон-то. И вот тогда можно об этом разговаривать. Да и тот, и христианин тебе о чём разговаривает. Бог знает больше. И главное это слово, почему оно у них там записано в уставе. И записано правильно. Вот меня когда судили, статья распространения заведомо ложных измышлений, порочных общественный государственный строй СССР. Ну как меня судить-то, когда заведомо ложные? Я знаю, что было раскулачивание. А он пишет, ему надо меня в статью вогнать. Лапкин знал, что никакого раскулачивания не было у нас в стране. А он, однако, распространялся. То есть заведомо ложные. Я говорю, были репрессии. Верующие гнали. И он опять, Лапкин знал точно, что никаких гонений на верующих при советской власти не было. То есть заведомо ложные. Но когда заведомо знает, не это распространяет, должна быть статья, она есть. Но в неё-то вгоняете меня, который я верю. Я говорю, я верю, верю перед ними. Бесполезное дело. В гору эту не извиняешь. Моей веры недостаточно. Должен был Горбачёв прийти и опрокинуть всё. Вот так. У вас, более того, когда к вам звонишь в скайп, у вас же там прямо написано, что беседа может быть... То есть беседа записана, будет записана, то есть всё честно предупреждается. Это вписанном видео у нас показано на самом ютубе, тогда кто входит, кто беседует, записывается и может быть выставлено. Мы снимаем, вот он стоит рядом, его видно. Подойди сюда. Тебе видно его, нет? Вот он. Привет, Владимир. Мир вам. Вот он снимает. Иногда мы просто... У меня автозапись идёт. Я когда один, автозапись идёт. А когда вот здесь, мы тогда отдаём оба варианта. В натуре снимаем автозапись, а Сергей там уже где-то вставляет, оно более живо кажется. Они не знают, за счёт привязаться. Но я знаю, это лгуны, это подкапываются, но с какой стороны-то дует, я уже встречался не раз, это под руководством попов. Это они натравливают, вот как в ВКонтакте. Там наши модераторы работают, на них идёт, они потом на форум ставят. Опять заблокировали. И только один священник попался, который потом перестал это делать, это я, говорит, делал. Он сказал пятерым, а нужно пять сигналов. Они сразу, батюшка, слушаемся, нажали, и всё, меня заблокировали. День прошёл, опять заблокировали. Как вот сейчас меня блокируют, вот сейчас мне надо заходить на YouTube, и она выбрасывает табличку с вашего сайта, или там что, идёт очень много запросов. А у нас, он у меня даже не включался. Нет, выключен вечером, я опять включаю, и говорит, очень много. Вот у них стандартное поставлено. Каких много, когда ни одного, нуль. Я даже вообще не открывал его. А уходил, оно открыто было. Ну, опять же, перед Богом. Единственное, что утешает, что это перед Богом. Бог допускает. Я люблю людей, хочу, чтобы они знали. Но Бог-то больше любит, как Иоанн Затаус говорит. Тебя поэтому Бог допустил, чтобы в церкви обокрали. Так и здесь. Но это же не просто так. Это уроки. Уроки жизни, основанные на Святой Библии. Вот ездили наши благовестники, все уже стоит. Насчет этого, Игнатий Тихонович, я хочу сказать. Во-первых, это настолько отрадно, настолько непривычно, настолько это приятно смотреть. И, видимо, на меня это как-то так произвело такое впечатление. Мне сегодня снится, как будто я с вами иду на благовестие. А с братьями, я вот не знаю, я в первый раз видел такой большой, хорошей бородой около храма. Потом вы с ним общаетесь. Это Игорь Добунов. Мама его приехала. Она из Красноярска. Нет, не Игорь, который у вас сидел здесь. А, Михаил. Ага, ну-ну-ну-ну. Это Михаил Кальмаев из Семертау. А, вот. И как будто потом вы идете в одну сторону, а я, значит, почему-то в библиотеку иду. И там, значит, женщина, я, значит, ей свидетельствую, причем он говорит так же, как вот говорят братья. И потом говорит, да вот в церкви, и мне так хочется, и как бы вот в этих церквях патриархии. И тут я вспоминаю, они там говорят, а мы РПЦЗ. И мне было так сказать, но я понимаю, что я-то в московской патриархии, и я говорю, да, знаете, у нас это есть. Но тем не менее, это благодатная церковь. И так вот я проснулся с этим таким вот настроением, таким вот подъемом. Действительно, ролик изумительный, замечательный. И поэтому, вот действительно, в Барнауле, можно сказать, уникальная, ну, школа благовестника, создается. Вот дай Бог, чтобы это распространялось. И вот брат Владимир очень нравится, как на вокзале. Хочется слушать. И вот доверительно. Это вот не какая-то вот репрессия такая, знаете, прессинг, как у сектантов, лишь бы вцепиться там, сучить и так далее. А действительно, человеколюбивое благовестие. Так что благослови вас Бог на это дело. Ну, и мы тут по возможности, тоже, думаю, по большей милости подтянемся. Я подумал, что вот вы преподаете там в университете, в академии, где, вот, и все-таки у вас прорывается где-то в программу, ваше теперь настроение, это божественное где-то. И вам это в одно будут слеплять вместе. И тем более, что вы теперь бьетесь за правильное крещение по канонам-то. И они в конце концов могут вам просто, говорит, рукой вот так провести по этому месту. Так что заранее будь к этому готов. Мне сейчас один пишет, говорит, вот я до того хочу, чтобы борода у меня была, как у вас. Вот. Но жена воспротивилась и то другое. Что мне сделать, что жене дать посчитать, чтобы она... Нет, я говорю, ты мужик, или нет? Да когда это было, чтобы жена бородой распоряжалась. Еще какой, рохля, подкаблучник. Ты сказал на этом все. Жена давно учится в безмолвии. Учить не позволяю. Ты чтобы не смотри, чтобы она не красила, на штанах не ходила, ты должен ей давать настроение. Настрой жизни ее. А то она будет решать. Почему было... И так точно выразил протопопа вакуум. Бороду бреет, блудодейная ересь. Она обязательно связана с женщиной как-то или еще хуже? Сто процентов. Сто процентов. Подтверждаю. Мужчина же красиво, хорошо, красиво. И женщин, ну, скажем так, две из десяти скажут, что борода идет необычно. Это только вот... У меня в университете и в колледже одна женщина увидела. Ну, я как-то... У меня тоже рубашка застегнута, еще в пиджаке. Он говорит, вы как старообрядец, говорит. Мне, говорит, так нравится, так симпатично. Так что, в общем-то, и даже женщинам нравится. Не все. Ну, а большинство, конечно, да. я у меня там вахтерша в академию захожу, вот, растил, да тебя скоро пускать не буду, какой-то чечениц-то. это такое... Ну, это, как говорится, собака лает, караван у тебя. Бог не менял тело человеческое, такое же оставил и своей жизнью, как образец показал. Он с бородой наш Господь. И даже Даниил видел Бога Отца ветхие, говорит, днями. Ветхие днями тогда небритые осанки торчат. Игнатий Тихонович, вот у меня парочка вопросов. Давай. Один вопрос, как-то я его хотел задать, ну, в общем-то, мне кажется, я отчасти разумею, слышу его, но вот сегодня очень много говорилось о паломничестве. В общем-то, вот отец Геннадий неоднократно там на Святую Землю там посещался с группой, там целые экскурсии такие паломничества. И однажды я смотрел, была передача, кажется, слово пасторин назвалось, когда еще наш патриарх Кирилл был митрополитом, он ее вел. И передача, как помню, сейчас транслировалась с Иерусалима, и патриарх сказал следующее, что вот как каждому мусульманину следует в течение жизни хотя бы раз совершить хадж, гнев, так и христианину нужно изо всех сил постараться посетить Святую Землю Иерусалима. Вот у меня вопрос, насколько это соответствует, вообще зачем это нужно? Да не соответствует ни грамма. Идите проповедуйте Евангелие всей твари. А там уже вдоль и поперек пересеяно сто раз. Вот они, мусульмане, они идут по этому, мусульмане воюют, и давайте мы воевать. Вот и маленько по Евангелию то сравнивать. Где это было? Ходить, поклоняться, Святая Земля, там варьята сколько. Простое дело. Тут был прокурор у нас в России, генеральный прокурор Скуратов. И он разговаривает с этим, с Березовским, они, видно, близкие, говорит, Боря, а почему ты в Израиль то не едешь? Твоя родина. Он говорит, а меня мало прещают утром просыпаться и думать, как 8, 6,5 миллионов евреев думают, как тебя обмануть. Это сам еврей говорит-то. 6,5, или 8,5 миллионов думают, как тебя обмануть. Вот и весь ответ. Это я прочитал в известиях, что ли, было. В общем-то, я, в общем-то, примерно, так же и рассуждал. Мне не один раз предлагали, приезжали. Вот мы берем на себя расходы, с Греции приезжали, с Америки там было, что вы хоть один раз съездите в Иерусалим. Я говорю, я заработаю денег, вам столько же отдам, только отстаньте от меня. Что я бы делал? Вот представь, я пришел на вокзал, я сижу на вокзале, в аэропорту, теперь поднялись, какая дополнительная опасность. Я приехал, я ничего в это время не делал, руки у меня сложены. Другая вода, другая пища, я-то знаю, что такое другое-то. Но я приехал, и теперь что? Ну, посмотрите, вот здесь вот был Христос, да был ли он там? Ну и был еще, еще из этого, что был-то? Как это на мне отражается-то? Рядом с ним сколько было-то? Господи, вокруг тебя сколько людей? Нет, некто с верой прикоснулся к нему. Но я-то верю, что Христос живой, я с верой прикасаюсь к нему. Остальная-то толпа-то ничего не получила. А получил-то тот, кто с верой прикоснулся. Женщина-то прикоснулась, кровоточивая. У нас силы-то, как кровь уходит в другую сторону. Надо с верой прикоснуться, и ты в эти хажа не пойдешь. Да. А вот, Игнатий Тихонович, кстати, вот и про этот-то вопрос тоже. Там ведь место такое, что когда Христос говорит, когда к нему кровоточивая прикасается, да кто прикоснулся ко мне? Ученики говорят, как ты спрашиваешь, здесь столько много нас теснится вокруг тебя. Христос говорит, я слышал, чувствовал, как от меня... И зашла сила. И зашла сила, да. Вот как это понимать? Не надо понимать. Просто принимать. Просто принимать. Как ты будешь понимать? Когда мы не знаем его силу и не знаем меру ее. Но он это почувствовал. Да, да. Достигнешь этого уровня, будешь знать. Здесь вопросы отпадают, их не надо задавать даже. Потому что это касается Бога и Божества. Никогда не позволяй себе даже умом туда ворохнуться. Это Бог, и я могу только благоговейно кланяться. Милостивый всемилостивый. Вот и все. Да, потому что, знаете, сейчас очень, так как это большая идет тенденция к рационализации веры. Вот такая типичная схоластика. И поэтому препарировать многие стихи, скажем так, я занимаюсь философией, я понимаю, что разумением ты просто уйдешь в тупи. И поэтому некоторые вещи нужно не толковать, а просто принимать так, как они есть. Ну хорошо, я разговариваю с вами как с философом. Вы знаете точно толкование этого слова. Любить мудрость. Да. Так? Ну так и люби. А где мудрость? Мудрость это Христос. И люби его, вся философия. Аминь. И вот Иоанн Затаус так и объясняет. Вот тебе философия. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Чего ты не размышляешь-то? Представь себе, солнце сошло бы, говорит, сейчас с небес и покатилось по улицам. Ну, огненным. Вы бы, говорит, выбежали посмотреть-то. Потому что там не говорит о температуре, но больше он ничего не мог сказать. С неба-то больше ничего не скажешь. А как сказано, что он есть слово, почему ты не задумался-то? Ну, просто тронься на это. Он сказал, и никто об этом не думал. Ударь в скалу, вода потечет. Как, Господи? Скала на огне. Прямо прикоснуться нельзя. Где вода-то возьмется? В скале. Другое дело бы, яму копай у Елисея было, и рвы наполнятся водой. Но в скалу ударить-то? Зачем ударить-то? Другое дело бы там вакуумной бомбой долбанул, там, может быть, и действительно пробило источник. Не надо разговаривать. Он повелел, и все. Но вера, если этой веры нету, вот ребенок умер. Геезис, слуга Елисея, он дает ему жезл, и поспеши к ребенку, к тому, он пришел, положил, ничего нет, опять вернулся назад. Но когда он пришел, жезл заговорил. Ребенок встал, он над ним простерся там, и прочее. Веры нету Геезия. Геезий был он, как Валам Сребролюбис. Поэтому он прокаженный. Запишу. Понятно. Вот так. Еще такой вопрос, Игорь Тихонович. Вот, зарубежное православие в лице Александра Шмемана, Антония Сурожского, и, в общем-то, это заимствует движение, которое, ну, в котором стоит Георгий Кочетков, оно очень сильно сосредоточено вокруг литургийного действия. Вот, то есть, вот, насколько это евангельские оправды, безусловно, это не значит, что отвергать литургию, но у них вот центр смещен не на благовестие, а вокруг вот именно общинности и литургийности. Даже намека на это нету. Говорить вообще не о чем. Господь совершил один раз. Один раз, в чистый четверг и все. А как дальше было? Ну, вот, каждый пост прославляет Марию Египетскую. Она сколько раз причащалась? Один раз. За 47 лет. И ей это в вину не ставится. Но она знала, где город. Ну, год прошел, вместе с Зосимой то и сходила бы, причащилась. Это выдумка все. Это пораженное многие этим. А как? Ну, как? Пост есть, называется говеет. В это время говеет человек. Об этом пишет Достоевский, когда он был здесь в ссылке. Вот у нас так и принято. А можно каждый день? Можно. Батюшка, священник у нас. Я знаю, как правило, эти люди делаются бесноватыми. Почему? Многие больные немало умирают. Он не готовый. А я буду причащаться. Спрашивают, зачем тебе это надо? А он не рассуждает. Он думает, что-то сейчас приобретет вокруг литургии, а она объединяет. Нигде этих слов даже нет. Это выдумка. Объединяет нас в Христос. Он говорит, как хотел я собрать рассеянных щад. Собрать вокруг него объединенное. Я истинно виноградная лоза в ветви. И вот как ягодки. Ягодки на лозе, это как раз дипломно-недипломно, на аттестат писал Карл Маркс. И в его трудах помещен этот... Вы не считали его? Ну, вот это вот. Зарядите. Карл Маркс на выпускном по 15 главе Евангелия Теана. Он очень сильно написал, юноша, умный. Он у меня в книгах помещен где-то. Я мог бы даже найти вам его послать. Потому что у меня 17 томов открытым оком в один файл соединен, а потом с 17 по 33. Два файла. Это запускаю и легко найду по поисковику. Ctrl-F слово и я вам могу кинуть в Mail.ru. Хорошо. Вопрос никогда даже не ставьте. Вот положено, сейчас пост идет. Вот я в первую неделю причастился и все. Лучше мне не приготовиться, меня ничего не смущает. Иди поздоровайся от себя, Тихонович. О, ну здорово были. Здорово. Видно, нет? О, ну, ну, мы за него долго молились. Игнатий Тихонович, низкий вам поклон, недвуха прошел. Ну, вот иди скажешь. Как тебя зовут? Звать тебя как? Пока в Соболе. Что он говорит? Макар Соболев. Макар Соболев. А, Макар Соболев. Макари. Макари. Ну, Макари хорошо. Блаженный, кажется, переводится. Да. Да. Я сегодня, вчера зашел ко мне этот Тарасий с Одессы, ну, и записали там его восхищение, что он получил Новый Завет. Он как ребенок радуется. Да. Я говорю, а ты знаешь, что означает, сегодня написал, переводится волнистый. Волнистый, я говорю, от слова волна, а он моряк. К тебе слово-то как раз и подходит, Тарасий. Я заметил, вот одно, сейчас там в Новороссии называют эти смутьян, это, которые там Украину-то тревожат, внизу-то, отделившись это. Вот. И у них там стрелков. Главное, Каменон полковник, стрелков, стреляют все время стрелков. Я тут для лагеря искал, холодильника не было. Ну и мне дали направление сходить тут в холодильные установки. Я пошел к директору, фамилия Холодилин. Холодилин. А долго тут писали, рецепты кухни разные, и все время подписывается Похлебкин. Да. Вот, понимаешь, даже не придумаешь, как будто бы специально. Я говорю, вот ты, волнистый в это море, ты должен усмирять это, утешать. Потому что они счастливые, как взволнованное море. Не успокаивайся, выбрасывай ил и грязь, они матерятся, а ты должен успокаивать. То есть, оправдай свое имя, но и фамилию. Если можно. Да, мне очень понравились ролики с Тарасием. Видно, что он очень рад. Вообще, вот, потому что вышел на вас, и такие ролики прям позитивные, очень приятно смотреть, конечно. Очень нравится. Да, еще один такой вопрос. Ну, я не знаю, он же, конечно, многократно освещен. Может быть, вы просто скажете, чтобы не тратить времени, где почитать. Вроде на форумах смотрел, там какой-то ответ есть, но помню, что как-то не удовлетворил, про Мефиседека. Про что? Про Мефиседека. Мефиседека, да. И что, это никто не знает? У него ни дней, начало, ни конца. То есть, неизвестно, где родился, когда умер. Ну, написано, что он священник Бога Всевышнего. Все, больше вопросов не задавай. Но он был прообразом первосвященника Христа. Все. А у Христа мы не знаем, где он. Он безначальный и он вечный Бог. И он к этому Павел прилепляет. Вот Павел еще доказывает, у него с такой натяжкой все идет. Но так как канонизировано, я принимаю. Он начинает говорить, а вот Агарь была, Агарь, служанка Сара, Агарь, это означает Синай, Синайская гора. А дальше, это означает евреев, третий переклад, переход, которые в рабстве находятся, они еще рабы. Но если бы я в то время был, когда Павел писал, я бы сказал, ты придумаешь все это, но теперь это канонизировано, я принимаю и старался запомнить и приглушить. Но надуманное, надуманное, прямо надуманное. Потому что ничем это не подтверждается. Никак. Но это уже сказано, принято в канон, и я теперь сам повторяю, этим пользуюсь. Значит, там есть что-то большее, что я не могу превозможить. Это мне не дано понять. Благодарю вас. А я сегодня, кстати, нашел фильм про апостола Павла, значит, скачал еще один фильм, «Деяния апостола». Вы видели его? Нет? Я видел, видел. Я рупейся озвучил. Я плываю вот так, подальше маленько, вот так, вот, все. Я видел это, но из всех фильмов на божественную тему лучше это по Евангелии от Луки Иисус. Иисус. Видел? Я видел Евангелие от Иоанна, нет. Нет, от Луки. Заряди просто, фильм «Иисус». Одно слово, Иисус. Это самый лучший фильм всех, какие только существуют. Хорошо. Вот самый распространенный был. Его посмотрели, там говорили, это 300 что ли, миллионов только. И вот как подбирали артиста, которого там вообще Иисус по Евангелии от Луки. И там все цитирует из Священного Писания. А Евангелие от Иоанна, он там перевирает слова эти, мне не понравилось это дело. Никак. Я застрожайше. И вот в Евангелии от Луки дословно, до буковки все точно. И прямо он считает, и события так и идут. Как он избирает, как он выглядит, как распятие было. Ну, не так, как в страсти Христову, там настолько надумано тоже. Вот. Просто заряди себе Иисус по Евангелию от Луки. Ну, видишь, слава Богу. Ваши родственники, это вас не тревожит, что вы изменились? Нет, слава Богу. Ну, в общем-то, скажем так, понятно, что было удивление такое. Ну, скажем так, как у меня разные изменения были, там, по молодости, там, у меня волосы длинные были, а я как раз год же жил вообще в общении пятидесятников. Хотя, кстати, пятидесятником тоже не был. Я на языках и не говорил. Но я благодарен был им, то, что именно там впервые мне подарили Евангелие, вот, и там я, в общем-то, впервые об этом услышал. Поэтому за это я благодарен. А у меня там по молодости были, ну, как принято говорит, хиповал, у меня были длинные волосы. И они мне постоянно говорили, что вот, посмотри, ведь написано, муж растящий в волосы, послежает ее. Но, тем не менее, они мирились, и поэтому ничего плохого не могу сказать. Они меня не понуждали там состричь и так далее. Ну, сейчас выпали. Нет, насчет бороды, в общем-то, поговорили, я объяснил, и слава Христу, все приняли. И поэтому, в общем-то, ведь измена, она происходит не только внешне. И я так полагаю, и славлю Господа, что изменения, самое главное, они происходят еще внутренние. Вот это самое правое. А это всего лишь, ну, отображение. Вы знаете о том, что я говорю, у меня эпиграфом 118 Псалом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей, Господи. Вот когда вы в себе это введете, или, может, у вас и ездят, и будете, ну, какой-то уголок найдете, одна комната, ночь в одной комнате. А если две, то где-то будет. И это будет, дальше будет известно, какой будет бунт. Бунт будет. А бунт ни на чем не основанный, а просто те, которые их оккупируют, демоны, они будут трепетать и бояться. Меняется речь, все меняется. Если ты непрерывно будешь находиться в молительном состоянии. Просто об этом надо каждый день просить, чтобы не выйти из этого состояния. Меня когда арестовали, я сказал, я все время молюсь только об одном, чтобы меня не покинул дух молитвы. Даже баптисты спрашивали, а что это такое? Ну, я тебе что объясню? Молись узнаешь. Удивительно, Игнатий Тихонович, я только что хотел вам задать этот вопрос. Я вчера слышал вашу пробу, и вы говорите вот эти же слова. Я думаю, я сейчас спрашиваю, только хотел спросить, а вы вот прямо про это прямо сейчас прочитали мысли, прямо на него и ответили. Благодарю, так же, в общем-то, вот, наверное, такое заключение. Геннадий Тафас часто приезжает у вас, ведет уроки-то? Раз в месяц. Раз в месяц, на два дня. Вот, он обычно начинал с покрова, но в этом году это как-то поздно. Если еще приедет, помните, всегда подойдите и передайте привет, поклон. будет время, мы соединимся вместе, в одном месте будем. Господь осмотра. Ну, что еще, вопросы есть, нет? Все, отошел. Выключай. У него вешется, он заснул. Закрыто.